Приветствую вас. Я думаю, что основная глобальная проблема заключается в том, что вы видите что-то постыдное в этой ситуации, вы видите что-то очень такое вот неприемлемое в этой ситуации. Ситуация того, что вы, например, расходитесь со своим мужем, вот, ситуация, в которой вы вынуждены, подав на развод, жить с ним еще. Вот, и я думаю, что вы видите что-то вот во всей этой ситуации очень, очень сильно посильнее для себя. Вот, не принимайте до конца этот момент, чувствуйте себя виноватой, может быть, перед своим сыном, может быть, перед мужем, и вас как-то задевают его слова. Потому что, да, ребенок плачет, но ребенок плачет потому что, условно говоря, отражает ваши собственные переживания. То есть, то есть, ребенок отражает то, что вы чувствуете, то, что вы ощущаете. Ребенок не принес практически ничего своего в этой ситуации. Ребенок отражает только то, что ощущаете вы, только то, что чувствуете вы, и только то, что можете вы. То есть, если вы сами по отношению к этой ситуации выглядите достаточно женственно, то, скорее всего, и ребенок тоже будет в этой ситуации чувствовать себя жертвой. Вот. Если вы сомневаетесь в том, что вы хорошая мать, то ребенок будет плакать из-за того, что ваш отец называет 222 плохой. Если ребенок не чувствует от вас спокойствия, уверенности, если ребенок не чувствует от вас той мудрости, которая вам нужна, и о которой мнимо говорите вы в контексте своего бывшего мужа, я полагаю уже, то он будет плакать. И, собственно, вот ваш вопрос, как вы вести себя при сыне, главное, чтобы он не страдал. Это вообще вопрос жертвы. Потому что вам вести себя нужно так, как вы считаете правильным, так, как вы считаете верным, так, как вы считаете соответствующим своим ценностям. Условно говоря, тот момент, который смотивировал вас в порядке на развод является определяющим. То есть, грубо говоря, были какие-то основания у вас, по которым вы, собственно говоря, подали на развод. Это важно для вас, в первую очередь. А вы ведете себя так, как будто вам это… не совсем близко вы ведете себя толпак, как будто не уверены в этом. Понимаете? Какая штука. Какая штука. Так что, забрать помощь в себе, в своих ориентирах, а дальше просто транслировать сыну это, и все. Да, это нелегко. Это тяжело. Но, в общем и целом, никто не говорил, что будет легко, что будет, ну, что будет тяжело и так далее. Ну, что будет легко, что будет все просто точнее. Вот. Такие вот дела. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.